В эфире программа День Города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин и мои коллеги-корреспонденты телекомпании Город. Главная тема дня. Торжество закона. Сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают сотрудники внутренних дел. Секрет с начинкой. В Рязани вынесли приговор 17-летнему закладчику Дури. Сохраняя наследие. В Рязанском политехе на историко-краеведческой конференции говорили о Боге. Сегодня день сотрудников внутренних дел. Сами стражи порядка его привыкли называть Днем Милиции. Праздник был учрежден еще в СССР в 1962 году. И дата 10 ноября выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1917 году, почти сразу после Октябрьской революции, было подписано постановление о создании рабочей милиции. В Рязани сегодня возложили цветы к мемориалу сотрудникам органов внутренних дел и наградили особо отличившихся ведомственными наградами. Но началось все с поздравлениями министра МВД России Владимира Колокольцева. Главой государства дана высокая оценка вашей работы, управленческому потенциалу и, конечно, вкладу вверенных подразделениях в решение поставленных задач. Для каждого из вас это знаковые события. Итог ежедневного добросовестного труда и проявлена личная ответственность за состояние правопорядка. Именно о личной ответственности говорил министр внутренних дел страны, обращаясь к руководителям региональных ведомств. Искренняя преданность, мужество, отвага. Эти эпитеты в адрес своих подчиненных Владимир Колокольцев произносил вовсе не дежурно. Нужно держать эту высокую планку, постоянно совершенствовать квалификацию, идти вперед к новым, еще более значимым результатам. В Рязани праздник начался с возложения цветов у мемориала сотрудникам органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей под залп оружейного салюта. А затем начальник Рязанского управления МВД, генерал-майор полиции Владимир Алай, перешел к самой приятной части торжества – награждению особо отличившихся сотрудников. Вручал лично. Рязанская полиция решает одну из важнейших государственных задач – это укрепление законности и правопорядка на родной нашей земле. В этот день мы склоняем голову перед памятью наших погибших товарищей, отдавших жизнь в борьбе с преступницей. Их мужество, верность присяге и долгу всегда будут примерами для нынешних и будущих стражей правопорядка. Выражаю особую признательность нашим ветеранам. Здесь у нас ветеран, к сожалению, один, да? Да. Да, поэтому в вашем лице я хочу передать большую благодарность всего личному составу за тот бесценный опыт, который вы передаете нашему молодому поколению. Наручные часы, цветы, грамоты, в том числе от губернатора и крепкое мужское рукопожатие от начальника. За успехи в работе, мужество, решительность и твердость характера, которые, по словам Владимира Алая, должны быть неотъемлемыми чертами каждого сотрудника. Максим Васильев, телекомпания «Город». Статью 228 Уголовного кодекса, как известно, называют «народной». Каждый год по ней выносят больше 70 тысяч обвинительных приговоров. Рязань в этом смысле, к сожалению, не исключение. Подробности в материале Валерия Седова. Вот такой небольшой пакетик с белым веществом нашли у 17-летнего подростка. По версии следствия, парень сделал в Рязани тайник-закладку. Притом действовал не один, а была создана целая группа. Преступную деятельность пресекла полиция. Московским межрайонным следственным отделом города Рязань, Следственное управление СК России по Рязанской области, в отношении 17-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотического средства. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, а также выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается. Но это не единственное уголовное дело по Народной 228-й за последний месяц. В суд передали уголовное дело 40-летнего мужчины. Он незаконно приобрел и хранил наркотическое средство в крупном размере. В прокуратуре региона рассказали подробности дела. Мужчина регулярно употреблял наркотики. Когда деньги закончились, стал просто искать закладки наркоторговцев по городу. Через некоторое время его задержали правоохранители. Попадаются под 228-й и непростые граждане. В прошлом месяце, например, задержали сотрудника УФСИН, младшего инспектора ИК-5. В автомобиле мужчины обнаружили 4 полимерных свертка с растительным веществом. Исследования показали, что это марихуана массой 50,9 грамма. Эти свертки он должен был передать осужденному за вознаграждение. Теперь сможет оправдаться перед ним лично. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Банкнота номиналом 5000 рублей – топ-1 в списке подделок. По данным Банка России, почти 80% обнаруженных в регионе фальшивок – именно красненькие. Всего с января по сентябрь обнаружено 243 поддельных купюр. Также эксперты выявили 28 поддельных денежных знаков номиналом в 1000 рублей и 20 штук в 2000. Другие купюры мошенников практически не интересуют. С января по сентябрь в банковском секторе была изъята лишь одна поддельная 100-рублевка и одна банкнота номиналом 500 рублей. Банк России напоминает, что при возникновении сомнений в подлинности купюры правильным вариантом будет отдать ее на экспертизу в любой банк. А при уверенности в том, что в руках находится фальшивка, необходимо обращаться в полицию. 10 ноября православный мир вспоминает Пороскеву Пятницу – святую великомученицу, которую принято считать покровительницей женщин. К этому празднику приурочили историко-краеведческую конференцию «Сила России в православии и единстве», которая состоялась на базе Политехнического института. История Политехи неразрывно связана и с историей города, и целой страны. Поэтому здесь по сей день, помимо основной деятельности образовательной, неизменно хранят национальные традиции. Сегодняшнее мероприятие символично началось со службы в нашем храме. Это, опять же, дань уважения истории и нашим православным традициям. И то, что сегодня делают наши Рязанские парки по сохранению наследия, по воспитанию подрастающего поколения. И то, что владыка наш Марк, митрополит Рязанский, Михайловский, окормляет Политехнический институт, это дорогого стоит. В конференции приняли участие историк и краевед Николай Булычев, скульптор Раиса Лысенина, представители Казанского монастыря и ученые из Политеха. Ценность и значимость исторической принадлежности народа к вере подчеркивали аргументами из разных эпох. Совсем недавно мы праздновали наш престольный праздник и мы видели, как любят эту икону, этот образ Казанский, наши рязанцы, которые шли из разных концов города, чтобы поклониться этой святыне, чтобы помолиться в эти тревожные, трудные времена сейчас, попросить помощи Царице Небесной. И каждый раз мы удивляемся, какая же любовь наших людей, нашего народа к этому образу. Мы знаем, как она через этот образ Богородица помогала нашему народу. Очень трудные, трагические, очень ответственные времена, когда действительно судьба нашего Отечества решалась. В непростое время обсуждение таких важных вопросов способствует формированию национальной идеи и поддержанию духа людей. Поэтому значение конференции преуменьшить сложно. Возможность участия во всероссийской переписи населения онлайн продлили еще на неделю. Самостоятельно заполнить переписные листы на портале Госуслуг можно вплоть до 14 ноября. Это последний день. Онлайн-перепись во время пандемии позволяет обеспечить максимальную безопасность жителей. Этот формат удобен, ведь не надо вводить часть информации. Например, адрес, возраст и пол. Он автоматически появляется в профиле. На данный момент на Госуслугах сведения о себе оставил каждый четвертый участник. Российская перепись населения, конечно, несет с собой очень важную и масштабную функцию. Это почитать все-таки, сколько же нас проживает в нашей Рязанской области и в стране, конечно, в целом. Естественно, от численности населения зависят все дальнейшие, все расчеты и выполнение программ и других мероприятий. Забытый миром остров именно так называют свой микрорайон жители местечка у Рязанского Кремля. Проходят десятилетия, а жители микрорайона остров рядом с Рязанским Кремлем по-прежнему живут без удобств, дорог и надежд на изменения к лучшему. Несмотря на элитность расположения прямо рядом с Кремлем, условия жизни этих людей совсем нельзя назвать комфортными. Сторожилы помнят те времена, когда остров был окружен водой со всех сторон. Прямо к Кремлю причаливали теплоходы. Теперь такое можно увидеть лишь на архивных фото. А сам остров давно уже не остров, но от цивилизации все так же отрезан. Про нас вообще все забыли, к нам никто, вообще никого нет. Никто не ходит, как будто есть мы или нет. Скорее всего, что нас вообще не существует, и зачем им нужны траты денег, и пятый, и десятый. Людям-то надо доживать как-то. Попасть сюда можно двумя путями. Через Кремль, спуститься к причалу и перейти понтонный мост, который по неизвестным причинам сделан кое-как. И хотя лежит на пути абсолютно всех туристов, которые посещают город, поражает своим внешним видом и очевидной ненадежностью. Понтонный мост, который у нас существует, про него уже много было сказано. Так, снимают его лет 10, и в таком же состоянии, в каком он сейчас находится, в таком он и был. Без изменений даже можно, как я говорил уже, делать закладки. Что изменилось в этой картинке, бывает, найдите 10 отличий. Каждый год, и каждый год одно и то же ничего не изменилось. Все как было, так и есть. Второй путь, ведущий на остров, дорога со стороны улицы Солнечной, подходит лишь для автомобилистов. Пешеходных зон нет, как нет, и освещение. Впрочем, нет здесь много чего. Например, в этом колоритном двухэтажном бревенчатом доме совсем нет удобств. Я здесь родилась, и мне как бы 28 лет, и я за 28 лет понимаю головы, что у меня не было никогда, там, я не знаю, ванны, где я могу просторно выйти к себе на кухню, там, сделать кофе и нормально жить, как люди в городе, иногда бывает раньше, ну, этого вообще стеснялись. Место здесь шикарное, но если бы у нас позволяли все условия, если бы нам могли предоставить хотя бы жилье, там, перестроить, сделать какой-то, я не знаю, нам ремонт капитальный, с туалетом, с ванной, потому что мы живем, в принципе, в центре города, у нас здесь много туристов проходит, здесь все красоты, которые люди приезжают смотреть, но почему-то мы не можем. Поют птицы, река, хотя пересохшая рядом, из окон виден Кремль и слышны вечерние перезвоны, но в то же время мусор, грязь, полное отсутствие дорог, неустроенность и никаких положительных изменений. Сами жители говорят, что ситуация походит на то, будто их просто забыли, сделали вид, что людей совсем нет. Говорят, даже табличку остров, которая висела на одном из домов, и ту сорвали. Между прочим, место – это одно из самых интересных для туристов, которые приезжают в Рязань и обязательным пунктом осматривают Кремль. Даже Кремль, вот мы ходим около, посмотрите, какой убитый Кремль, асфальта нет. Один город, который я вижу в России, в России, безнабережная, есть города вообще такие небластные, ничего. У них все одето в мраморе и не 500 метров, как здесь, километров. Там десятки километров одето все в камень. Красиво, все хорошо. В Ярославле, в Саратове, в Саратове, в Орел, даже вот здесь поближе, все они в камне. У нас все в грязи по колено. Если есть асфальт, то тут весь вышибли. В самом центре, прямо у стен главной достопримечательности города, развернулось настоящее Средневековье. Район-призрак, откуда звучат голоса людей, а их никто не слышит. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.тв и на наших страницах в соцсетях. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!